Мне кажется, они не похожи на Чихуахуа. А как назывался, не помните? А разве можно с метисами на выставке? Я попрошу вас об услуге. Хай, друзья, вы на канале Magic Family, волшебная семейка. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки. И еще у нас тут очень много других животных. И сейчас ребята скажут пару слов, так что вы не удивляйтесь. Привет, я Софи. А я Юмин, маленький щенок Чифа-фа. А я Эйвен. А я Миша. Подпишись на наш канал. У нас тут много других питомцев. И ставь лайк. И сегодня, ребята, у нас будет крайне важное видео. Я буду звонить недобросовестным продавцам собак Савита и пытаться их разоблачить. Дело в том, что в последнее время я слишком часто сталкиваюсь с людьми, которые покупали породистого щенка, а в итоге получили абсолютно другую собаку. Юмин, иди сюда. Конечно, с одной стороны, это их вина, что они не изучили свою породу, не сходили на выставку, не посмотрели, как должен выглядеть их щеночек, их породы. Но, с другой стороны, в интернете стало слишком много недобросовестных продавцов. И чем же это опасно? Я ни в коем случае не против дворняжек. И если бы я попала в такую ситуацию, что покупала бы щенка Чихуахуа, а в итоге выросла дворняжка, то я бы злилась очень сильно только на вранье продавца. Но ни в коем случае не отдала бы собаку. Ведь, по сути, не важно, какой она порода. Ведь, главное, любовь. Думаю, точно так же поступили бы вы. Но не все люди такие, как мы. И очень многие собаки становятся жертвами таких продавцов. Не все люди хотят дворняжку. И когда они покупают породистую собаку, а в итоге получается это, они, конечно же, недовольны. И выбрасывают в итоге эту собаку на улицу. Бессердечно и безжалостно. Как не нужна ее вещь. И это тоже ужасно. Но с такими людьми я ничего сделать не могу, кроме как посоветовать им внимательнее изучать породу, прежде чем покупать породистого щенка. Но вот продавцы, которые реально наживаются на этом, меня безумно раздражают. Они плодят несчастных собак, называют это какой-то породой, чтобы продать. Зарабатывают на этом деньги, наживаются, а люди, которые в этом ничего не понимают, покупают, а потом расстраиваются. И собака, бедная, несчастная, в ней в чем не виноватая, оказывается на улице. Вот чем опасны эти продавцы. И покупатели тоже. На Авито среди объявлений о продаже чихуахуа мы сталкиваемся со множеством лживых продажников. Милые, симпатичные, ни в чем не виноватые собачки продаются своими обманщиками, хозяевами под видом породистых щенков. Почему нельзя продать простую собачку или отдать добрые руки, а нужно наживаться на ней за счет выдавания за какую-то породу? У вас тут щеночки продаются? Я вот два объявления нашла, я так понимаю, они разные. Чихуа, один 13500, а другой 6. Это два брата, только один, ну, скажем, скажем, в стандарте, да, а второй у нас вышел из стандарта, который дешевый, да, то есть я его буду продавать без документов. Ага. Ну, у него размер будет, я думаю, где-то 4 килограмма. 4 килограмма? Ну, небольшой, но он тяжелый, да. А вот я хотела спросить, да, он не очень как-то похож на Чихуа, да? Ну, вот такой вот получился, да, вот не знаю, вот откуда они... Они не метисы, да? Нет, нет. Ну, то есть... Ну, у него есть документы, вот для имена, там же кредиты, но документы я этим не отдаю. А, документы не отдаёте, а почему? Везёте на выставку, ну, действительно, он, макбейка не консейшн, скажем так, понимаете? Угу. А мне потом сказали, что, ну, надо писать, там долго было, что он не будет никуда выставляться. Просто не хочу заболеть, что тот поддаю вот эти документы. И как бы непонятен вопрос, почему я не могу взять документы на собаку, которая является собакой Чихуахуа? Витомник какой-то. Ну, почему я занимаюсь разведением? Понимаете, заводчики, это те люди, которые когда-то чему-то учили, которые знают, и бороду, и содержание животного, и воспитание животного, и всё остальное. А те те люди, которые взяли одну собачку, навязались на улицу, вот и продают. Знаешь, что вы такие все рассказывали? А сейчас это просто... Сейчас уже многие документы не опорная на собаку, потому что эти хаты подешевле, и это всё для себя. Зачем вам доплачивать? Ведь люди хотят сэкономить. Возьмите себе собачку для дома. А скажите, пожалуйста, а они... Правда Чихуахуа? Да, маленькие мамы, посмотрите. Какой-то курски. Я вот смотрю фотографии, мне кажется, они не похожи на Чихуахуа. Ну, они же разные, есть чистые пациенты, есть она ананжевые, есть кремниевые Чихуахуа. Ну, как бы добавить нечего. Есть кремниевые Чихуахуа. А вы вот написали, что документы потеряны при переезде, то есть у неё нет никаких документов? Да, но у меня сейчас пока денег нет. А сколько стоит восстановить, если захотим восстановить? 35 тысяч. 35 тысяч за восстановление? Да, половину остальных собак. А вы за 70 тысяч её покупали? Щенка, да. А она из какого-то питомника конкретного? Да, да, из... из питомника в городе. Из какого питомника? Из питомника. Специальный питомник про веки и собак. А как назывался, не помните? Простите, что полегче, эта жена не знает. Купил он якобы её за 70 тысяч в питомнике, который он, название которого он не помнит, и продаёт, продавал бы он её за 35 тысяч, если бы у неё были документы. Я не против собак, я наоборот на их стороне, и я бы любую собаку, если бы у меня была возможность, покупала бы за миллион, но если бы люди не обманывали. Скажите, а у вас питомник какой-то, или это просто... Ну, нет, нет, просто мы же брали без документов её, ну, вот, она как идёт, это, девянососная. А мне кажется, она вообще на Чихуа не похожа. Знаете, да, она не похожа на Чихуа. Ну, то есть, на самом деле, неизвестно, Чихуа она или нет, да? Нет, она точно Чихуа. А скажите, а вы за столько же её брали, за пять, да? Ну, мы вообще её брали за шесть. А если ей три месяца, вы во сколько её взяли? Ну, ей месяц был, когда вы её взяли, да? Ни один нормальный заводчик, ни один нормальный человек, который продаёт породистых собак, или даже не породистых, не продаст вам щенка в один месяц. Сколько он стоил к началу, когда вы покупали? А ушки не стоят у него, да? Я просто на картинках смотрела у Чихуа, обычно ушки стоят как будто. Мне кажется, он не очень на Чихуа похож. Это Чихуа-хуа с этим, со шпицом. Ну, то есть, вы, получается, помесь брали? Метиса, да? Родители у него такие, там, медалины совсем, на смотри, я как бы. Ну, родители тоже у него метисы. А, ещё и... Они на выставках везде, да. А разве можно с метисами на выставке? Алло? Я не знаю, я собаками не занимаюсь, поэтому я не знаю, можно или нельзя. Чихуа-хуа длинношерстный, продающийся за 5 тысяч рублей. На самом деле, стоил изначально 12 тысяч, покупали его якобы у заводчика, у которого все собаки-метисы, с медалями, ходящие на выставку. И он тоже метис. Вы питомник или кто? Или просто... Нет, у меня просто два из ботачек. Там рядом Ёрк ещё. Да, да, но... Я к тому, что она какого размера? Ну, я помню, вот так же её на... на два месяца, и четыре, да, ну, шесть у меня. А сколько она весит? Ну, сейчас килограмма два весит она. Она, ну, всё, они до 5 месяцев растут. Можно я вам немножечко через два метра в магазине ставлю, хорошо? Ага. Четыре месяца, и она не весит двух килограмм. В самом своём взрослом возрасте будет весить два килограмма. Да, ребят, сегодня у нас было довольно необычное видео для моего канала, и я попрошу вас об услуги. Пожалуйста, поделитесь этим видео в своих социальных сетях, чтобы люди видели, что их обманывают, увидели либо этих собак, либо просто задумались о том, что их действительно могут обмануть. И, возможно, кто-то узнает правду об этих обманщиках. А если вы хотите ещё другие разоблачения в сфере животных или продавцов совита, но в других породах, то ставьте лайк этому видео. Соберём много лайков, и будет такое видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!